добрый день всем участникам нашего чата у нас сегодня с вами продолжение лекций я надеюсь что меня слышно к сожалению не видно я не понимаю что случилось моей камеры никак не хочет она работать странно напишите пожалуйста слышно меня отлично все мы с вами начинаем у нас сегодня с вами тема интересная где брать людей также мы немножко коснемся из списка знакомых закрытие сделки и работа с возражениями и так начинаем с того что где же нам все-таки брать людей для этого надо потратить хотя бы два часа на формирование на формирование составление списка тех кого вы знаете как вообще это сделать у нас был полный отдельный вебинар для этого там интересны были фишки моменты как это сделать и как людей анализировать да а сегодня мы этого немножко коснемся включайте конечно же список знакомых друзей прошлых лет используйте отдельную страничку для составления списка имен людей особенно тех которые живут очень далеко от вас вспоминаете всех и тех особенно с кем вы видитесь не часто очень редко также используйте для составления своего списка все свои старые книжки блокноты они обязательно всегда обычно одна две хотя бы сохраняется у многих и конечно же это имеющиеся визитки их также бывает очень много скапливается когда вы это все соберете и составите весь список вы встречаете спонсором и он будет руководить вами на основе своего опыта то есть после всего того как список готов он вам покажет расскажет как с ним надо работать ну и тут конечно такой вопрос многие говорят что у меня список маленький и там даже 20-30 на первом этапе не набирается так говорят новички до не содержится 100 имен но мы можем тут конечно сказать что это вы не либо недостаточно общительный или просто не включились в эту работу то есть не проделали определенную работу чтобы составить этот список и вам следует обязательно научиться у спонсора для помощи привлечения клиентов или партнеров применять и другие техники их много разных и а мы тоже об этом с вами уже разговаривали например привлекать людей или через объявления через соцсети и так далее то сейчас способов очень много мир не стоит на месте и ваш список знакомых он должен расти каждый день потому что всегда бывает так что на протяжении дня мы вспоминаем каких-то других людей или знакомых встречаем ну и также и где-то знакомимся с новыми людьми поэтому список надо как-то поближе под рукой держать потому что это ваша стартовая точка для построения структуры сети да и по мере того как вы будете встречать новых людей вы туда и будете добавлять и добавлять этот список вам пригодится и так как делается вообще формирование списка ну естественно начинаем с того что всегда сначала с родственников близких родственников друзей дальше идут школьные товарищи старые друзья коллеги по работе знакомые знакомые по профессии обязательно вспоминаем тех кого мы обычно поздравляем с праздниками бывает что мы вообще с ними не видимся а как начинаться праздник мы вспоминаем и естественно поздравляем также вспоминаем все клубы организации куда мы вам ходим куда мы ходим да кто подарил вам какие-то подарки там вот на глаза вам попадаются какие-то вещи вот вот этот это подарил это этот и так далее то есть какие вам попались на глаза ну и также обязательно у нас же есть всегда знакомы там врачи донтисты там может быть фармацевт с которым мы часто общаемся ветеринары страховые агенты адвокаты там грумеры и так далее то есть список очень большой поэтому составить список из 100 человек и более это не составит никакого труда надо просто немножко придерживаться вот этого алгоритма тогда начинает люди вспоминаться после того как заполнили список садимся со спонсором и обсуждаем каждого кандидата и делать обязательно пометки то есть какие-то примечания по каждому человеку выберите из этого списка 10 человек которых вы хотели бы пригласить на встречу ну и сделайте это обязательно со своим спонсором минимум три-четыре звонка конечно лучше если это будет больше и обязательно послушайте как это он делает потому что звонить и учить вас должен всегда первым спонсор вот и прежде чем вы сами начнете первый звонить сначала посоветуйтесь обязательно со спонсором что вы будете говорить каждому человеку и запишите что он вам скажет перед любым разговором всегда должна быть канва пока вы сами не научитесь это делать легко и на первых звонках лучше всего делать вообще полный текст и не менять его потому что это важно для начала это всегда во первых и страшно когда первый раз начинаете во вторых вы не знаете можете сбиться поэтому удобно когда каждое слово прописано дальше конечно уже будете менять и просто по конве работать ну и дальнейшем уже профессионально этим будете заниматься и запомните если ваши кандидаты не приходят навстречу значит вы что-то неправильно делаете неправильно назначаете и ведете диалог нужно вернуться снова к спонсору и попросить совета что здесь сделать пусть он вас обязательно еще раз послушает ну и вот здесь конечно же пример для истории такой вот интересный его даже часто вот многие в пример приводят раньше были такие времена когда туристы ездили за границу во первых очень редко и во вторых там ну небольшая сумма всего можно было взять с собой где-то в пределах долларов 100 ну у нас советский народ он всегда такой умеющий выживать в любых историях и как раньше делали обязательно брали с собой значит как бартер обмен да на обмен что-то и больше всего ценилась водка либо наша икра вот и значит когда приезжали туда и вот такой случай был интересный значит подходит один такой товарищ немцу и говорит так тихонечко ненавязчиво купи у меня икру за полцены немец ему так но они уже все знали друг друга где у кого можно купить где продать и так далее и значит немец ему говорит мне сегодня не надо ну естественно наш товарищ удивляется как же так за полцены всего а немец опять так вальяжно спокойно мне сегодня не надо и еще некоторое время там диалог продолжается и конечно же наш товарищ ушел не солоно хлебавший и причем долго очень удивлялся этой формулировочке что значит не надо мне сегодня не надо и потом долго еще рассказывал своим товарищем про то какие же они странно эти немцы и западники да и совершенно отмороженный образ у них мышление так вот это говорит о том что надо правильно вести диалог и как бы не то что там навязывать то что от вас идет а все таки то что интересно человеку вот и надо обязательно здесь запомнить что человеку можно продать только то что он может и хочет купить сегодня а многие сразу спрашивают задают вопрос как же это выяснить так вот опять же здесь слова такие прежде чем красиво сказать надо обязательно послушать не зря как говорят у нас всего один рот и два ухода и два глаза то есть надо смотреть внимательно и слушать два раза больше чем говорить и такой важный момент здесь о закрытии сделки очень часто люди жалуются на то что не получается закрыть сделки очень много вроде как отказов закрытия сделки это вещь очень тонкая и вот в нашей работе это самый вообще ответственный момент это вообще момент всей нашей предварительной работы которую мы до этого провели то есть возможно что вы уже научились легко справляться с назначением встречи со звонками вы уже их не боитесь да отлично проводите презентации очень хорошо отвечаете на возражение тоже все идет в процессе работы да а вот само завершение сделки не получается очень многих она страдает так вот как же угадать такой момент и когда нужно заполнить контракт и как предложить оплатить его так вот на этот счет точных инструкций никто не может дать это знаете как выражение у рыбаков есть подсечь рыбку то есть нельзя слишком рано и нельзя слишком поздно и как этому научиться вот многие также задают вопросы такие что ну вот как это у тебя получается вот как этому всему научиться и здесь ответ только такой только на практике чем больше вашей практики чем больше вы получите вот этих разных отказов да вот когда придет основной вот такой опыт тогда только научишься чувствовать когда твой кандидат готов когда он на пике интереса а сейчас надо научиться все сделать чтобы не прозвучало вот такое странное всеми нелюбимое слово нет не любят у нас люди отказы вот поэтому никогда не пытайтесь это делать сами новички у нас такие люди которые знаете вот получили информацию такие воодушевленные все очень нравится все очень здорово все классно и и начинает везде бегать и рассказывать все сами все самостоятельно понабьют шишек потом ну как то вот и желание пропадает и мотивация пропадает и как то вот становится неинтересно все это происходит из-за чего только лишь потому что у вас нет знаний как говорят кто имеет знания тот управляет миром вот здесь у нас точно такая же ситуация поэтому сначала ты внимательно наблюдаешь как это делать спонсор учишься этому всему дальше делаешь сам но не самостоятельно опять же что был рядом спонсор он тоже наблюдает слушает чтобы подключиться какой-то нужный момент помочь тебе да и прежде чем ты научишься это делать легко свободно непринужденно пройдет все равно какое-то время и это обязательно у любого получится как ряд самое главное это делать но и само закрытие сделки надо обязательно подготовить в сущности все что ты делал до сих пор там назначал встречи сами встречи проводил это все подготовка для закрытия конечная цель все-таки у нас это продажа либо бизнеса либо продукта и для этого при работе необходимо первое это создать обстановку доверительности вести встречу в диалоге которым управляешь ты сам а не человек то есть ты не должен быть здесь ведомым ну и определить тип человека с которым мы имеем дело для чего все это нужно вот чтобы для закрытия сделки вы были во всеоружии значит ну и здесь можно рассмотреть техники для закрытия сделки обязательно вот самое первое про что мы сказали это атмосфера доверительности если человеку приятно общаться с тобой и он обязательно захочет продолжить с тобой общение а как он это может сделать у него для этого обязательно должна быть причина и он понимает что если он станет вашим клиентом или вашим деловым партнером тогда у него появится под повод продолжить общение с вами поэтому когда вы проводите встречу пускайте все вход все свое обаяние все что кажется вы умеете как общаться и разговаривать с людьми и станьте ему необходимым и запомните одну вещь в мире вообще во всем мире до огромному количеству людей очень не хватает в наше время общение и многие из них приходят в млм именно в надежде приобрести друзей и они обязательно находят их здесь и таких случаев и конечно очень много даже вспомните вот себя как вы где-то на работе где-то встречаетесь с людьми да и потом становитесь очень такими большими друзьями и также здесь вот сетевой маркетинг он в этом оказывает очень большую помощь как работать с противоположным полом и об этом тоже с вами уже эту технику проходили говорили да вот и здесь выяснили давным давно уже что мужчине гораздо легче рекрутировать женщину чем наоборот и очень хорошо работает и мужчина с мужчиной получается да и женщина с женщиной вот но и ни для кого не секрет конечно же что люди обладающие харизмой большой харизмой они более успешно вообще в любом виде деятельности а у нас тем более вот и например чтобы понять какой вообще человек пришел к вам да либо который будет с вами работать как новичок попросите пересказать его какой-то рассказ или просто рассказать какую-то историю и смотрите как пойдет себя человек как он себя поставляет вообще как интересно ли вам его слушать да и вообще как это вообще все происходит это вот очень важно и в принципе когда вот человек который прошел очень много уже да вы научитесь все это делать вам будет действительно очень легко значит тут такой момент вот можно рассказать и знаете как вот когда приходит к вам человек да и вот он сел знаете вот такой бука скрестил там руки ноги и так далее и вот его же надо как-то разговорить умудриться мы вот здесь можно такой пример немножко привести обязательно у вас должна быть улыбка на лице прямо широкая большая улыбка и это как бы человека все равно подкупает и начинать нужно обязательно с того что чем вы вообще занимаетесь свободное время потому что у практически у каждого человека есть какое-то свое хобби и вот именно здесь он больше всего может раскрыться и вот я сейчас вам пример такой небольшой приведу тоже пришел человек навстречу да вот такой же бука сел руки ноги сложил и и никак вот ну всем показывает видом что ну давайте давайте тут чем вообще разну занимаетесь расскажите тут мне вот ну и в ответ у нас значит партнером как говорит вообще а чем вы занимаетесь свободное время он так буркнет просто рыбу ловлю и как бы все опять остановился да вот и вот здесь уже у это кажется способность умелость человека разговаривать он ему тут же отвечает а что потом с ней делаете знаете как заводит разговор опять знаете такой короткий диалог жарю и ем и опять сидит молчит и все прочее вот но если человек уже научился хорошо в этом общаться он уже может и дальше разговаривать хорошо а где работаете да вот дверь диамантином отбиваю как вообще дело ваше идет но это вот примерный диалог да и обязательно вот сейчас особенно в такое время когда раньше всегда было лучше сейчас хуже и вот пример опять же а ученики есть какие то ну так конечно есть немного а вообще вот вы хотели бы чтоб ученики и ученики учеников платили вам процент с каждой вашей вот помощи к с каждой с вашей сделки тому чему вы научили и вот здесь обычно люди раскрывается очень сильно так не платит же или знаете начинает так ведь нам не платили или даже мы же бесплатно работаем и вот здесь на этом человек сразу же раскрывается и здесь уже можно вести диалог дальше и следующий вопрос когда у нас люди боятся очень возражений это конечно вот такой момент когда знаете это хорошо когда люди вам начинают возражать значит это ему интересно и поэтому конечно же немножко сейчас вот мы с вами разберем какие встречаются вообще типы возражений и чаще всего и как с ним бороться наверное часто слышали да такие фразы сразу же начинает у это у вас как гербалайф да вот здесь не надо вообще опускаться ни в какие объяснения просто надо сразу спросить а что вы вообще знаете об этом гербалайфе или там еще что-то вам какую-то там компанию назовут да вот потому что большинство людей кто с этим не сталкивались они просто понаслышке знает как вы знаете смутное представление что-то там им рассказывали какие-то там ужастики пугастики понятия в этом не имеют поэтому надо обязательно услышать видение человека чтобы снять его возражение здесь однозначно никогда не надо спорить надо сохранять свое лицо да потому что большинство людей они как обычно всегда думают что есть только два мнения одно неправильно и другое моё и как бы с этой точкой зрения живут и поэтому вот это надо ну как бы другую сторону поворачивать и ни в коем случае никогда не ввязывайте споры съезжайте всегда как вот тут скоро такими фразами вы совершенно правы или там да вы правы но обязательно добавляйте но если посмотреть с другой стороны то есть надо всегда показывать осторожно человеку вот ну другую сторону именно вашу сторону чтоб он ее принимал уже или бывают такие фразы которые ну как бы заставляет его опровергнуть свои заявления которые ну как чаще всего такие бывают поэтому здесь уже нужно опять же использовать свой шарм при работе с таким с такими людьми да и обязательно изучать типы характеров тогда будет намного легче работать то есть надо научиться принципу такому что скажи мне что ты любишь и я скажу кто ты здесь опять же можно привести такой пример да вот допустим я очень люблю там мороженое клубнику и так далее но если меня муж позвал собой на рыбалку да я же не понесу для рыбы там мороженое или там эту клубнику то что я люблю рыбе нести надо именно то что она любит поэтому здесь вот такой момент надо обязательно узнать что человеку интересно что он вообще любит и тогда в процессе когда вы это выясните уже будет понятно в каком ключе нужно вести встречу мы здесь вот вкратце просто напомню вам какие вот такие характеры бывают у людей и что что лучше ему предложить предложить чтобы он понимал почему он должен вам присоединиться и почему ему интересно будет вам присоединиться то есть он проявит здесь обязательно интерес есть такие люди как драматики им нужно рассказывать что на него будет работать очень много людей вот это не сразу очень хорошо и близко воспринимает человеку классику нужно подробно очень выкладывать все цифры с чем вы работаете объяснять ему систему как она работает тот человек который как по-другому немножко называет естественник то ему нужно рассказывать про свободу что у него здесь нет такого графика что нет ни начальников и так далее он сам себе начальник вот ну а романтикам легче всего здесь нужно ему просто показать и рассказать что он сможет помочь всему миру и вот эти как-то вот такие люди они нам быстро очень присоединяются мы такие общие рекомендации никогда не перегружайте людей информации гораздо ну делайте так проще как бы короче и просто показывайте вывод и вашу но выгоды человека вызовите у него интерес для этого обязательно во время встречи нужно и тембр голоса менять я не знаю вы слышали на одной школу что бывает такое 4 ты да там тембр так ты и вот и так далее дальше обязательно меняйте темп громкость обязательно делайте паузы ну и обязательно нужно пользоваться жестикуляция не так что там знаете рядом с человеком там вокруг лица его там своими руками махать это конечно же нет вот но не надо сидеть таким инстуканом и знаете как вот глубнить просто себе под нос людям это неинтересно ну и конечно же хорошо если человек с юмором с такими людьми таким людям вернее намного легче конечно же общаться обязательно приводите какие-то яркие примеры либо из бизнеса если по бизнесу говорите либо там из применения продуктов вот и обязательно сами себя ведите харизматично чтобы ваша встреча была яркой интересной люди идут всегда и покупают у нас больше всего эмоций вот и стройте беседу таким образом как будто человек уже сам в этом знаете как в этом деле вместе с нами что он уже как будто построил структуру значит сам в этом участвует говорите как бы чаще вот это что он сделал да то есть вот например ты заработал столько-то столько-то да а через год у тебя уже будут вот такие доходы то есть нет себя говорите что я вот заработал что я вот у меня такая-то структура что я вот у меня уже такие-то доходы а именно как вот человеком так чтобы он как бы в этом участвовал вот и подводить и такие четкие итоги что можно сделать течение там месяца трех месяцев там полгода и так далее я об этом тоже там немножко рассказывала как это нужно делать и вот когда вот такое участие идет он уже мысленно представляет что вот такие деньги он получил он уже их ну как бы сказать визуально он уже их положил свои карманы уже не захочет с этим расставаться ему обязательно захочется к вам присоединиться вот и еще раз повторюсь что не бойтесь возражений если человек вам возражает задает вопросы значит он проявляет интерес если он вообще молчит и ничего не спрашивает это гораздо хуже значит он вообще закрыт и не воспринимает информацию и поэтому ни в коем случае не начинайте саму встречу разговор вот о бизнесе либо продукции а тем более не закрывайте сделку пока не открыли оппонента это будет конечно же проигрыш самый большой вот и самым характерным жестом вы уже знаете тоже да что является это руки скрещены на груди тем более если еще и ноги любыми путями самое важное для вас здесь обязательно откройте человека начните разговор как говорят ни о чем о чем-то постороннем и когда уже только он разговорился открылся только после этого уже начинайте именно презентацию о том о чем вы хотели рассказать вот и вот ну как тут можно допустим начать открыть человека также спросите у него допустим вот вы считаете что не сможете этому научиться или обучить парочку людей если в процессе разговора как бы он никак не идет на контакты или выражает какой-то вот неуверенность или недоверие вот и при этом вопросе когда вы такой задаете обычно знаете он начинает возражать ну и тем самым при своем таком возражении он и и как говорится и себя сам уговаривает и он уже как говорится опять же к вам присоединяется вот следующее возражение которое вот как ну обычно нам часто говорят да о я не умею уговаривать а здесь важно объяснить что никого уговаривать не надо наша задача здесь просто дать информацию надо просто оповещать об этом деле и уже отбирать людей для своих для своей команды вот когда вы произносите такую фразу людям она уже очень нравится о что я буду себе подбирать команду то есть понимаете для него у него уже проявляется здесь интерес вот следующее часто которое возражение бывает у меня мало знакомых вот здесь мы также отвечаем мы вас научим и где брать людей и поможем с этим то есть такой вот краткий ответ и самые такие возражения интересно когда человек чаще всего это очень часто бывает наверное тоже на это обращали внимание когда говорят мне надо подумать это вообще либо такой вежливый отказ либо вообще не способность самому принимать решение это чаще всего второе часто очень люди не могут сами принимать решение им нужен какой-то толчок там от мамы от папы там от жены от брата от свата и так далее и вот надо обязательно выяснить причину отказа и вопросами надо задавайте вопросы таким людям вас не интересует этот бизнес можно еще такое вот вы хотите подумать нужны вам деньги или нет или я вас не устраиваю как партнер сколько вы можете потратить на раздумья времени и еще вот такой если у вас желание что-то сделать то есть такими вопросами вы можете выяснить причину отказа и как только выяснится причина здесь уже можно даже больших каких-то презентаций не делать прямо знаете как бывает одноминутные там пятиминутные презентации и немедленно закрываете сделку потому что чаще всего когда человек сам нашел вот эту причину он уже готов с вами либо сотрудничать либо быть вашим клиентом еще такой часто встречающийся отказ то есть возражение у меня не получится обычно говорят это те люди у которых занижена самооценка здесь они склонны обвинять и других людей в своих неудачах и вот такой пример вот интересный могу сказать мы раньше проводили вот собеседование когда особенно на выездах работали да и мы заполнили ну как просили заполнить анкету людей и там обязательно был вопрос как вы думаете кто виновен в ваших неудачах и предлагались варианты там и знаете люди как бы писали часто очень то обстоятельства какие то то правительство то судьба то другие люди и большинство из них винило конечно же других а не себя и очень часто получается где то примерно из десяти двенадцати человек только один писал я сам это конечно такие люди вот они патологические неудачники они очень слабые ведомые им постоянно нужна поддержка и кто-то рядом сильный да и если вы им расскажете что вот наша система не выживет если мы не будем помогать друг другу что у нас здесь работает команда то конечно же надо обязательно вот это человеку объяснить чтобы он почувствовал что будет человек рядом тот который умеет это хорошо делать который поведет его к цели который ему поможет в этом то обязательно он к вам присоединится ну есть такая интересная система она называется вербальный замок это вообще прием применяется в момент непосредственного закрытия сделки вы неожиданно задаете вопрос который построен именно так то есть любая нужна фраза и плюс к ней окончание не так ли вот и вам надо построить эту фразу тоже как бы вот это себе шаблоны канву как бы сделать да строите фразу так чтобы на этот вопрос не так ли получить ответ только до другого здесь не подразумения не подразумевается и когда вот несколько раз он скажет вам да то есть человек уже будет готов с вами заключить как говорится сделку вот и ну например вот можно так сказать что вам конечно же не помешает там допустим лишняя сотня долларов в месяц не так ли здесь уже знаете по-другому трудно ответить естественно человек отвечает да то есть это вот примерно такая фраза и обязательно сделайте себе заготовки таких разных фраз их их много можно да сделать и обязательно их используйте вот в такой нужный момент ну и такой очень сильный прием для закрытия сделки это рукопожатие особенно это очень у мужчин хорошо получается в момент когда вот ваш оппонент в разгаре интереса и уже такой благошелательный вроде в настроен все хорошо но никак не принимает решение вы неожиданно ему говорите договорились начинаем вместе и подаете ему руку для рукопожатия здесь очень редкий человек кто не подаст руку и вот и многие даже и не решаться знаете бросить такой вызов прямой что ну нет не откажется это 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 редкость такая вот и в этот момент у вас как бы происходит такой вербальный контакт то есть вы стали друг другу ближе как он больше у человека к вам доверие такого идет да и у него здесь есть только три конкретных каких-то выхода да нет или может быть что он вам может ну как бы на это ответить да и если даже после рукопожатия он вам сказал может быть или пожал руку и сказал нет что вы является знаете наверно один процент из ста да вот надо опять вернуться к тому чтобы выявить скрытое возражение то есть переговорить и еще раз пожать ему руку тогда уже кажется человек будет точно ваш вот то есть вот такие вот интересные моменты которые ну раньше знаете как говорили что это относится к нлп но тем не менее это все равно очень работает и если это вам интересно можно конечно же ну как бы это обязательно применять ну и здесь еще знаете как вот часто бывает что как говорят мы говорим что у вас же есть друзья там знакомые кого вы можете пригласить либо сюда на презентацию либо на встречу спонсору и так далее да и многие 合立te о я не знаю кого пригласить и я не могу кого-то пригласи и тут же напомнить ему вот открыть вот если у вас день рождения вы легко приглашаете к себе друзей на эту встречу ну естественно многие ответят большинство скажет ну да конечно я даже это с удовольствием сделать так вот так же сама при зözите своих друзей с удовольствием на такую встречу потому что кому-то будет интересен бизнес кому то будет интересен продукты собственно говоря вот у вас появится либо первые клиенты либо ваши партнеры ну в общем то вот такая вот сегодня может быть небольшая школа но если кому-то она нужна и кажется что-то для себя вы для нее из нее выберите я буду только этому рада может быть есть какие-то вопросы всему этому постепенно нас обучали на очень таких интересных школах вроде бы знаете такие моменты ну такие как говорят непритязательные но они все равно дают свои плоды и как бы это получается человек когда их применяют у него получается все лучше и лучше так ну я вижу что вопросов нет тогда на сегодня всем большое спасибо что вы здесь присутствовали и всем до свидания до новых встреч